Уважаемые читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки, от всей души поздравляем вас с общероссийским днём библиотек и днём славянской письменности и культуры. Отдел «Детки книг» представляет видеообзор по коллекциям изданий из фонда нашего структурного подразделения. Сегодня вы познакомитесь с выставкой «Челябинская книжная сокровищница», на которой представлены уникальные книжные издания из фонда и в том числе «Острожская библия Ивана Фёдорова» 1581 года. Желаем вам приятного просмотра. Продолжение следует... Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Челябинской книжной сокровищнице. Вам представился уникальный шанс увидеть книжные раритеты, которые хранятся в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, что называется «За семью печатями». Не каждый год мы выставляем наши раритеты. Сейчас вы видите самое раннее издание, которое хранится в фондах нашей библиотеки. Это знаменитая библия Ивана Фёдорова, напечатанная в Остроге в 1581 году. 35 лет тому назад наша библиотека приобрела эту книгу у жителя города Садки. Это первая полная восточнославянская библия, которая является издательским подвигом первопечатника. Книга появилась в конце XVI века, способствовала росту национального самосознания не только русских, но и украинцев, белорусов, а самое главное – укреплению позиций славянских языков. Обратите внимание, как оформлена книга. Строго и в то же время просто. Мы видим заставки, инициалы, концовки книги. Напечатана книга двумя столбцами, в два цвета. Имеется 81 заставка. Мы видим её. 70 концовок. И обратите внимание на такой элемент, который получил в книговеческой науке название «Гравированный инициал». Специалисты и книговеды посчитали, что вот в этом фолианте 1384 гравированных инициала. Многие декоративные элементы Острожской Библии до сих пор используются не только в отечественном, но и в зарубежном книгопечатании. Обращу ваше внимание, что при печатании книги Иван Фёдоров использовал шесть специально изготовленных различных по размеру и графике шрифтов. Это четыре кириллических шрифта и два греческих. Тираж издания для того времени был достаточно большим. Напечатано более тысячи экземпляров. До нашего времени в мире сохранилось более 350 экземпляров. Иван Фёдоров сыграл огромную роль в отечественной культуре. Историк Василий Татищев выделил в истории нашей страны два ключевых периода. Первый период – это приход христианства, а второй – начало книгоиздания и книгопечатания. Иван Фёдоров, вне всякого сомнения, стал одной из ключевых фигур в культуре и истории восточнославянских народов. Также обращаю ваше внимание, как красиво демонстрируется эта книга. Специалисты регионального центра консервации библиотечных фондов почти два года тому назад изготовили контейнеры специальной конструкции для того, чтобы наши книжные редкости мы могли безопасно экспонировать и показывать жителям Челябинской области и гостям нашей библиотеки. Также хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня мы вам показываем подлинное пиршество для ума. Книга «Современник Сервантеса» Шекспира, открою титульный лист, гравированный титульный лист, уникальное издание, «Псалмы Давида», напечатанное во Франкфурте в 1612 году. К сожалению, сегодня мы не смогли установить, кто является автором роскошного гравированного листа. Но в дальнейшем, я думаю, мы успеем и сможем это сделать. Что можно сказать об этой книге? Что делает эту книгу уникальной? Во-первых, это раннее западноевропейское издание, которое хранится в фондах нашей библиотеки. Создатель этой книги – Амброзий Лабвазир, профессор университета в Кёнигсберге, переводчик французских псалмов, которые еще при его жизни обрели большую популярность, прежде всего среди немецких протестантов, а главным образом среди швейцарских кальвинистов. Когда мы открываем эту книгу, мы видим знак владения этой книги. Это роскошный книжный знак, который нас погружает во времена рыцарства. Если мы переведем этот книжный знак, то здесь указано. Розвален Роттов, ведущий начало от славных предков, создает ныне эту библиотеку потомкам. Читатель, пользуясь прилежно книжным собранием, прошу, поклонись памяти моих предков. Этот лозунг актуален и до сих пор. Своё название библиотека получила от имени его основателей, старинной дворянской фамилии Родова-Лен-Роттов, которая берет начало еще от 22-го магистра немецкого ордена. Конрада фон Вален-Ротт, который правил с 1391 года. Это была традиционная семейная библиотека знатного немецкого рода, которая собиралась несколькими поколениями. Наиболее известен Мартин фон Вален-Ротт. Он и был первым владельцем этого уникального песенника. Расскажу коротко легенду, как эта книга поступила в фонд нашей библиотеки. Мы видим современные для первой, третьей, семнадцатого века принципы нотопечатания. Книга поступила в фонд нашей библиотеки в 1967 году. Книгу подарил уроженец города Челябинска, который был участником Великой Отечественной войны. И весной 1945 года, находясь в Калининграде, в полуразрушенном здании, в осколках кирпича он обнаружил маленький книжный домик, который весит буквально 250 граммов. С 1945 года по 1967 год эта книга была первоначально священной реликвией неизвестного нам Челябинца. В 1967 году Челябинец решил совершить подвиг читателя. Он расстался с этим уникальным песенником и передал в дар главной библиотеке Челябинской области. В настоящее время книга хранится в фондах Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Листая книгу, мы видим роскошное оформление, заставки, концовки. К сожалению, книгу не пощадило время. Вот такой вот книга поступила в фонд нашей библиотеки. Специалисты, которые занимаются сохранением и консервацией библиотечных фондов, установили, что еще в период того времени, когда книга принадлежала представителям рода Валенроттов, она была хорошо подмочена. И после того, как разрушительное воздействие влаги стало проникать во весь книжный блок, в книге завелись книжные жучки, которые насквозь прошли книжный блок, что называется, прочитали эту книгу и ушли. Но тем не менее, книга сохранилась, доступна читателям. И несмотря на то, что мы видим отверстия от жизнедеятельности жуков-точильщиков, текст хорошо читается и понятен. И более того, специалисты, которые занимаются нотным письмом без проблем, могут ознакомиться с уникальным раннепечатным западноевропейским песенником, который также покоится и бережно хранится в контейнере специальной конструкции. Вы видите первый учебный атлас мира, напечатанный в Российской империи. И произошло это замечательное событие в 1737 году. Открываем книгу. Видим титульный лист. Длинное название этой книги. Атлас, сочиненный к пользе и употреблению юношества, и всех читателей, ведомостей и исторических книг. Напечатано в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук, 1737 год. Мы видим пометы и подчеркивания первых владельцев этой книги. На обороте титульного листа имеется дарственная надпись «Подарено сыну моему Петру Яковлевичу Коптеву». Мы установили первого владельца этой книги. Им был никто иной, как Пётр Яковлевич Коптев, проживающий на территории села Калужицы в современной Ленинградской области. Книгу мы эту получили по обмен на резервному фонду в 30-е и 40-е годы XX века. Полистаем, что же это был за первый учебный аквас, напечатанный на территории Российской империи. Обращаю ваше внимание на технику печати этой книги. Это целеногравированное издание, напечатанное с медных пластин. Вот всё, что мы здесь видим, это было раскрашено акварелью, то есть водными красками, первым владельцем Петрушей Коптевым. Петруши Коптеву на тот момент было 10,5 лет. Дорогие друзья, вспомните свои контурные карты. Но, к сожалению, вы не можете почувствовать этот трепет, который ощущаю я, прикасаясь к этому раритету. Тяжёлая достаточно. И в то же время такая пористая бумага, которая чем-то по своей структуре напоминает промокательную бумагу. Всё, что мы здесь видим, это не следы варварского обращения с этой книгой. Книга в период своего бытования, мы видим, и горела, поскольку читали её при свечах. А иногда, ну не всегда же пользователи, читатели работали в перчатках, брали книгу жирными пальцами. Но не это представляет интерес книги. Вот, посмотрите, роскошные картоши. Культура оформления Атласов. Которые, в общем-то, можно восхищаться до сих пор. Ну, посмотрим. Естественно, нас интересует наша страна. Одна из карт Российской империи. Пирсия. 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 Наличие в книге ручной раскраски и дарственной надписи делает эту книгу особо уникальным изданием. И не случайно подобные книги наряду с Астрожской Библией, Псалмами Давида мы относим к особой категории редких книг, которые получили название «Книжные памятники». Прикасаясь и листая к подобным раритетам, мы совершаем виртуальные путешествия. Продолжаем знакомиться с книгоизданием периода Анны Илановны. Ценнейшим историческим документом о придворных торжествах являются коронационные сборники. Описание коронации Анны Илановны было напечатано в Москве при Сенате 31 октября 1730 года. Мы видим роскошный гравированный титульный лист. Он подписан. Выполнил гравированный лист при Академии наук немецким художником Вортманом с оригинального портрета французского живописца Луи Каравака. По мнению известного отечественного библиографа и антиквара Николая Васильевича Соловьева данное описание коронации по богатству иллюстрации и по качеству их может быть поставлено в один ряд с лучшими заграничными изданиями этого рода. Описание коронации представляет собой церемониал, как проходила коронация. Книгу мы приобрели в 80-е годы 20 века у челябинского историка Игоря Георгиевича Непеина. Обращаем внимание на шрифт крупный, гравюры с подписью. Вот такой вот характерный шелест издает бумага ручной выработки. В Российской империи до 1830 года включительно создавалась бумага только из тряпичного сырья. Одна из самых качественных бумаг. Коронационный крест. Трон Анны Иоанновны. Многих наших читателей приводит в восторг изображение фейерверка, который был дан по случаю коронации самодержицы. С размахом отмечалось это грандиозное событие. Аккуратно сворачиваем и закрываем книгу. Уверенными руками в хлопчатобумажных перчатках берем другой наш раритет. Владельческий переплет. Выполненный в технике французский завиток. Бумага промышленной выработки. Мраморная бумага. Роскошная бумага. Обращаем внимание на переплет. Уголки. Корешок. Поворачиваю к вам корешок. Красный калинкоровый корешок. Мы видим знаки владения этой книги. Суперекс либрис. Который указывает, что владельцем этой книги был никто иной, как Николай II. Последний российский самодержица. А в руках у меня один из томов периодического издания «Современное обозрение 1915 года». Посмотрю. Открываем книгу. Видим второй знак владения экземпляра. «Роскошный экслибрис», на котором указана собственное его величество библиотека Зимний дворец 1907 год. Исполнил этот книжный знак хранитель древности Эрмитажа Армений Евгеньевич Фелькерзам. Обращаю внимание на роскошный книжный знак. Прорезь ветвей выполнена с помощью крошки сусального золота. Открываем книгу. Помет на этом издании карандашных, чернильных, никаких не имеется. Рекламный листок сохранился. Говоря о личных библиотеках российских императоров, у каждого были свои эстетические предпочтения и вкусы. Николай II предпочитал, чтобы все книги напечатанные и периодические издания, напечатанные на английском языке, имели красный корешок. Это нужно было для того, чтобы удобно ориентироваться в личной библиотеке и брать книги иногда и без помощи библиотекаря. Эту священную реликвию мы получили по линии обменно-резервного фонда в 30-е годы 20-го века. от императорских и великокняжеских библиотек переходим к челябинским сокровищам. В руках у меня образец старообрядческого издания, напечатанного в Чернигове в 1783 году. Это Акафист Великомученицы Варбари. Переплет книги родной. Вот так вот переплетали книги на территории Южного Урала. Мы видим пометы, записи первых владельцев этой книги. Особое внимание привлекает первая запись из книг города Челябы третьей гильдии купца Ивана Андреева сына Боровинского приказчика Николая Ерофеева сына Емельянова. Данная надпись указывает, что книга находилась в личной библиотеке Челябинского городского головы Ивана Андреевича Боровинского. Смотрим следующую запись. Посмотрите, какой был красивый почерк. Из книг Акафист с повестью о честных мощах святой великомученице Варбари Оренбургской губернии города Челябы третьей гильдии купца Ивана Андреева сына Боровинского приказчика Николая Ерофеева сына Емельянова. Точно куплено города Екатеринбурга у отставного драгона Ермила Филиппова сына Питкова и указана дата 1801 года 28 октября и подписи Николая Ерофеев Полистаем книгу Из личной библиотеки городского головы Ивана Боровинского книга поступила в Челябинский Христорождественский собор А в 30-е годы когда были национализированы все частные собрания книга попала в фонды нашей библиотеки Роскошное издание Текст находится в таком обрамлении заставки концовки ангелы путти инициалы книга напечатана в два цвета черный и красный Тираж этого старообрядческого издания чуть превышает одну тысячу экземпляров а вот вот в таких медальончиков можно проследить как изображали мучения святой Варвары книгу читали при свечах капли свечного воска сохранились на бумаге листья винограда плоды все это составило вот такую гармоничную композицию заставок и концовок ломбардов этой книги следующая надпись которая указывает о стоимости этой книги цена в бумажном переплете 1 рубль 10 копеек причем это цена 1801 года следующая надпись свидетельствовала о поступлении книги в Челябинский Христорождественский собор и запись эту выполнил дьячок Алексей Кузнецов многочисленные пробы пера чрезвычайноц важно и ценно что книги принадлежавшие знаменитым челябинцам сохранились и находятся в нашей библиотеке «Музыка» Продолжаем листать наше сокровище. Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого. Рисунки исполнены художниками журнала Всемирной иллюстрации, текст российских историков Петрова и Шубинского. Санкт-Петербург. Издание Германа Куппы. 1872 год. Подарочное издание с портретом императора. Санкт-Петербург. На книге мы видим дарственную надпись, сделанную с любовью. Милому моему внуку Николаю Николаевичу, в скобках Коке Абрикосову, в день его рождения, 11 ноября 1880 года, Алексей Иванович Абрикосов. Книга принадлежала и находилась в семье шоколадных королей и магнатов Абрикосовых. Роскошное подарочное издание. Нижняя переплетная крышка, тиснение, с узальным золотом, коленков. Не случайно во все времена в России говорили о том, что книга – это лучший подарок. А если дарственная надпись сделана с любовью, искренне, можно не сомневаться, что книга переживет своих владельцев и попадет в достойные руки и будет еще служить не одному поколению. Трехстороннее золотое тиснение. Познакомимся с единственной книгой в фондах нашей библиотеки, подлинным произведением гравировщиков и чеканщиков. Книга помещена в латунный оклад. Это Евангелие на престольное, которое датируется началом 20 века. Откроем эту книгу. Поднять подобные экземпляры могут спортсмены, тяжелоатлеты. Книга весит более 10 килограммов. Листаем эту книгу. Напечатана в две краски. Крупный шрифт. С пюпитра можно без проблем прочитать эти священные строки. Книга всегда находилась на территории города Челенинска. Поступила в фонд нашей библиотеки в 30-е годы 20 века. Мелованная бумага слегка кремового оттенка. Орнаментальные заставки. Инициалы. Видим следы реставрации. Видим следы реставрации. Обращаем внимание и на сохранившиеся застежки. Все продумано четко и разумно. Чтобы не повреждался переплет книги, книжный блок закрывается. Книга, напоминающая вот такую шкатулку, священный ларец, закрывается на две ладонные застежки. Таким вот образом это происходит. И вторая застежка соответственно. Изображение евангелистов, Иисуса Христа, жуковины, все присутствует. Чеканщик, мастер переплета, не установлен. Иисуса Христа, Субтитры создавал DimaTorzok Вот и подходит к концу, дорогие друзья, наше небольшое путешествие по миру редких книг Главной библиотеки Челябинской области Редкие книги притягивают, их красота, изысканность полиграфического исполнения и переплетного искусства Завораживают не одно поколение Сокровища нашей библиотеки, как и все великие произведения книгопечатания, наделены уникальным феноменом О котором еще французский культуровок Андре Мальво писал Есть вещи, которые наделены непредвиденным путием Они дают нам возможность по-новому взглянуть на привычные вещи Также, дорогие друзья, вы обратили внимание Мы видим, что здесь мы показываем не только наши книжные сокровища, но и некоторые предметы, которые позволяют погрузиться в мир книжных редкостей Мы видим читающую элегантную девушку, которая держит бережно в руках небольшую книжицу Мы видим садовника Это фарфоровые скульптурки конца XIX века Также мы видим другую инсталляцию в виде сундука с сокровищами Ее можно рассматривать не только как инсталляцию, а как некую интеллектуальную провокацию Которую сразу же подталкивает виртуальных посетителей нашей книжной выставки к сравнению Не случайно мы говорим о нашем отделе редких книг, как о книжной сокровищнице Сокровищница всегда ассоциировалась с сундуком Но сундуку, в отличие от отдела редких книг, абсолютно безразлично, что в нем хранится Он не знает, что положили в него руки владельцев Мы, в отличие от этого сундука с сокровищами, знаем, что хранится у нас Какие это сокровища И экспонируем на наших выставках Наши книжные сокровища с уверенностью, можно сказать, ждут своих исследователей И доступны всем читателям, которые согласны бережно исполнять правила работы с фондом редких книг Субтитры создавал DimaTorzok